Привет, друзья! Мне кажется, что обзоры на продукцию Янин можно начинать без всяких предисловий, вступлений, ибо сейчас сложно найти увлеченного аудиофила, который если не владел наушниками этой компании, то хотя бы точно о них слышал, а не услышать о них, особенно пару лет назад, когда во всех аудиофильских форумах и сообществах только и делали, что обсуждали и восхваляли первенцев этой компании, Aladin и Canon, было очень сложно. Ну, короче, ребята, с тех пор Янин выпустили несколько интересных и знаковых моделей, обросли преданными фанатами, еще сильнее укрепились на рынке портативного аудио, как компания, которая веников не вяжет. Но сегодня, ребята, я расскажу вам об их топовой модели Carmen, которую они связали из 10 балансных арматур и оценили. Сейчас прям вижу, как у многих от удивления, приподнялись бровки в 850 долларов. С коробкой в этот раз дизайнеры компании заморочились на славу и зачем-то сделали ее из отдельных раздвижных блоков, которые потом, как пазлы, приходится совмещать и собирать вместе, что не очень удобно. А вот с комплектом уже не стали так сильно заморачиваться, и кроме самих наушников и шикарного кабеля, положили в него несколько пар классных силиконовых амбушюр, которые мне показались очень похожими на Epizet M100, тканевую салфетку с ворсом для протирки наушников и какой-то совсем уж простенький и несерьезный чехол. А вот внешний вид новых наушников, друзья, традиционно прекрасен. Корпуса целиком отлиты из темно-серого и два прозрачного акрила, а их лицевые панели покрыты насыщенным фиолетовым лаком с блестящими вкраплениями. Звуководы изготовлены из металла, имеют знакомую по другим моделям компании форму и правильный угол наклона, благодаря которому обеспечивается очень удобная и надежная посадка в ушах. Эффекта вакуума при ношении наушников нет, потому что воздушное давление в них очень хорошо компенсируется крупными отверстиями, расположенными на торцевых поверхностях корпусов. Из амбушюра о всех отношениях мне подошли комплектный и DUNA Station Studio. Первые, как мне показалось, здорово подчеркнули низкие частоты, а вторые сделали более воздушным и пространственным звучанием верхних частот. Стоковый кабель, друзья, не только хорош с собой, но и очень удобен в использовании. Несмотря на приличную аудиофильскую толщину и плотное плетение, он очень эластичен и весьма легок, благодаря чему совсем не путается и не оттягивает уши. За звук в этих наушниках с каждой стороны отвечают 10 балансных арматур от Sony, 4 электронных кроссовера и 4 акустических. Чувствительность у них 109 дБ, импеданс 10. Характер источника этим наушникам, на мой взгляд, не важен, друзья. Тут можно будет отталкиваться чисто от своих вкусовых предпочтений, а вот уровень источника и его класс, конечно, будут играть уже крайне важную роль. Либо слушать карман со свистками, у которых неважное разрешение или плохой контроль частот, я считаю настоящим извращением. А вот серьезные аппараты позволяют уже в полной мере оценить очень богатую и разнообразную звуковую палитру этих наушников. У меня, в этот раз, если интересно, в качестве тестовых источниках выступал мастольный ЦАП FX-Audio DR-07, PlayR-Astle Enkern SE-180 и свистки SMSL-D10, DUNA DTC-800 и новенький TRN-TE Pro. Кабель я не менял, разницы и изменений со сторонним совсем не почувствовал, а про амбушюры уже все рассказал. Что же касается настройки и звучания карман, то эти наушники, ребята, имеют очень сбалансированный и безопасный таргет, который подходит как для анализа звука, так и для полного погружения практически в любое музыкальное произведение или жанр. Нужно заметить, друзья, что YANIN очень серьезно в этой модели поиграли с настройкой арматурных излучателей и ответственно подошли к акустическому оформлению, а также постарались привести их звучание ближе к живому, в котором как основе в первую очередь уделяется много внимания натуральности тембров, комфортному тональному балансу и особенной объему виртуальной сцены, которая благодаря своему масштабу и трехмерному позиционированию буквально заставляет вас ощутить себя даже не рядом с ней, а на ней самой, где все образы и инструменты располагаются вокруг вас. Немало внимания, друзья, что хорошо видно на графике этих наушников, здесь уделяется низким частотам, которые, я просто уверен, в этом заставят пересмотреть свои отношения к арматурному басу, даже тех людей, которые считают его сухим и ненатуральным, ибо глубина и сила акустических колебаний, текстурности, плотность ударных, а также натуральность тембров здесь не иначе, как великолепные и прекрасные, что очень хорошо и наглядно, друзья, подкрепляется треком Daily Long Legs, которым ударный и очень низкий струнный бас буквально сотрясает и накрывает слушателя своей массой и воздушными потоками. В принципе, то же самое можно сказать и о звучании инструментов среднего регистра, которые, во-первых, здорово разнесены друг от друга, во-вторых, звучат телесно и крайне осязаемо. Ну и изобилие теплых тембров, конечно, тоже идет на пользу тональному балансу и снова разрушает вот эту вот идеологию истинного резкого или холодного арматурного звука, от которого здесь, конечно, мало что имеется. Просто настоятельно рекомендую послушать Reckon Heart, этот Akin, где прекрасно все, начиная с очень голографичного и эмоционального голоса фронтменша, который по ощущениям выступает прямо перед нами и заканчивая неплохо читаемыми инструментами вторых планов. Эта скрипка и еще какие-то там дополнительные струнные партии, которые совершенно не теряются в общем миксе этой очень насыщенной композиции. В общем, середина у Carmen детальная, пышная и тембрально насыщенная. А верхний диапазон, скорее всего, в угоду комфорту и натуральности, немного прижали по громкости, но скажу вам, друзья, что сильно не упростили в плане скорости атак, в плане разрешения и в плане передачи информации. Поэтому они свободны от сибиллиант, они не подчеркивают недостатки записей, если такие попадаются, но зато вполне уверенно передают нюансы и детали даже очень высоких по тональности инструментов. Я имею в виду не только базовый ритм секции с хэтами и крэшами, а разные щелчки, треугольники и щетки. И вот вам, ребята, неплохой пример насыщенных верхних частот со шлейфами и красивыми затуханиями в треке Phantom City, в котором наушники снова дают ощутить классную акустическую панораму, снова проецируют все инструменты вокруг вас и, главное, позволяют услышать буквально каждый малейший шорох и каждое послезвучие. Приступая к сравнениям и предвидя с вашей стороны просьбы сравнить эти наушники с моделями от Snow, и сразу хочу предупредить вас, друзья, о том, что с его последними новинками я вообще не знаком. А такие наушники, как A7 и A8, были у меня аж два с лишним года назад, из-за чего сравнивать их по памяти я считаю совершенно необъективным и бессмысленным занятием. А поэтому сравню Кармен с Дуну SA6 MK2, Sky Senior T4, если хотите, с моими бюджетными фаворитами этого сезона, Simgot и W300. Дуну в режиме Bass тонально похожа на Кармен, но не имеет, не обладает такой же глубиной тембров, они более скромно передают текстуры низких частот и имеют, конечно, более мелкую в размерах сцену. А в обычном режиме они звучат, конечно, более линейно и нейтрально. Ну и еще нужно признать, что верхние частоты Дуну в сравнении с ВЧ Кармен имеет более выраженное арматурное звучание и чуть-чуть сильнее песочек. High Senior T4 в общих чертах имеет более светлое и более злое, более агрессивное звучание с заметными акцентами на средних и верхних частотах. У них, конечно, меньше саббаса, менее слоистая середина и агрессивнее верхние частоты. Кармен в сравнении с ними имеет более аналоговый характер, обладает более широкой и сферической сценой и отличается более натуральными верхними частотами. Ну а Simgot и W300 с любой настройкой звучат жирнее на низких и средних частотах, но более агрессивно на верхних. У них, кстати, тоже весьма глубокая и объемная сцена, но сильнее упрощена передача второстепенных планов и нет такого же разделения между трехмерными полигонами. Подводя основной итог, друзья, могу уверенно сказать о том, что они не ударили лицом в грязь и снова выпустили шикарную и серьезную во всех отношениях модель, которая из-за своей высокой цены массовой, конечно, не станет, но точно будет служить примером того, как нужно настраивать арматурные излучатели, которые, оказывается, могут выдавать не только характерные для этих драйверов атаки и высокое разрешение, но еще классно погружают в музыкальный материал и позволяют получать удовольствие от пышности и натуральности тембров. Ко всему прочему, не могу не отметить их универсальность, ибо Кармен на мой субъективный вкус, друзья, хорошо себя чувствует практически в любых жанрах. Они здорово накидывают массы ритм гитарам в металле и вколачивают своими рабочими барабанами. Они грохочут и до волнения пробирают своим саббасом в электронных техностилях, они заставляют переливаться и натурально звучать арфы в классической музыке и придают мужскому оперному вокалу теплое и бархатистое звучание. Ну а к недостаткам наушников, а такие тоже имеются, я, друзья, могу отнести разве что очень бедный комплект, в котором, к сожалению, не нашлось места даже жесткому кейсу для переноски наушников, странную и неудобную коробку и лично для меня, несмотря на комфорт и красоту, все-таки не очень протяженные верхние частоты. Напоминаю, друзья, что все выводы этого обзора субъективны и отражают исключительно мои личные вкусовые восторги, которые из-за других источников и разного восприятия тех или иных частот априори могут кардинально отличаться от ваших выводов и восторгов. Прошу не забывать вас подписываться на наш основной рутюб канал, а под этим обзором оставлять драгоценные для нас лайки и позитивные комментарии. Благодарю за внимание, друзья, скоро увидимся, пока!